I have ways of blowing things up. I have ways of getting into it. I have ways of getting into it. And then, if everything will be normal, and really 31-го часа release-nits Mini Airways, they will be on the Saturday. So, I think we'll do a good thing. Let's play a game. Let's see what we are today. The League is in Los Angeles. How? Mini Mysteries. We don't know what we are going to do. And we don't have any information about the light. The We are, in order of which they are not dealing with. I don't know what the light means then. The light is in the summer. We are looking for a little bit. Ignorance. There is a lot of layers on the bottom. I have a little bit of a rectangles. Yes, I can't even do it. So, we should have the same thing. It's a different thing. I don't have to worry about that. I think it needs to be a little bit. It takes a little bit. So, we're going to have the same number. We are going to have a lot of minors. Потом посмотрим, будет у нас дейлик или не будет. Дубай нас сходу встречает дилеммой. Ладно, на тебе мост. Зарян. А вот, то есть не таки сразу, знаешь что, потрать-ка ты мостик. Мы тебе, конечно, дали два, но сразу возьми и потрать его, давай, сделает. Тут у нас что-то написано на арабской вязи. К сожалению, я не могу читать, я могу немножечко разговаривать, но читать я так и не научился. Там у них получается, что написание букв... Вот знаете, как в русском, в украинском, всякое такое, есть письменные, есть печатные, в английском есть письменные, есть печатные. Так вот, арабский и иврит, они очень сильно похожи на то, что вот иврит это печатный, а арабский это письменный, потому что у них буковки соединены. Многие буквы совпадают, но при этом не зная остальных, там некоторые буквы совпадают, некоторые нет. Не зная остальных, ты не сможешь прочитать это слово, поэтому... Такое. Короче, ребят, не будьте ленивыми, учите языки. Мало того, что вам это пригодится, это просто банально интересно. Кстати, кто из вас сколько языков знает и кому из вас какие группы языков нравятся? Ну, по крайней мере, есть же кому-то, кому нравится там французский или не нравится немецкий, хотя лично мне это наоборот, но такое. Так вот, давайте, рассказывайте. Так, хочу ли я? Делаем вот так. Придется тут вот этот вот перекресток отвратительнейший сделать. Я бы второй мост на самом деле потратил бы. А что нам мешает? В самом-то деле... Нет, нам вот к этому... Нам придется второй домик, он у нас иначе не становится... Ну, ладно, давайте так. Ну, не знаю, крайне неудачно сейчас стали вот эти вот дома. Кстати, каким цветом мы будем это называть? Желтый? Понятно, что желтый. Вы меня знаете, я возьму рандопаут. Вот, то есть... Кстати, насчет коммента, что я могу ставить рандопаут и заранее просто, а потом... На самом деле, да и нет. Короче, смотрите, в чем прикол. Если ты подозреваешь, что где-то он тебе понадобится, ты его просто ставишь заранее, чтобы там не появлялись дома, это одно дело. Другое дело, если у тебя уже есть густонаселенный район, в котором позже со временем появляется проблема с трафиком, ты пытаешься это разрулить, а там уже нету места для того, чтобы его поставить. Вот сейчас, например, я могу его поставить, потому что мне это будет удобно. Тут люди будут разъезжаться, мне в любом случае придется это делать. А так вот... В общем, вы меня понимаете. На самом деле, я же говорю, что вот... Пожалуй, в этой игре чуть-чуть больше недоработок, чем в мини-метро. Опять же, то, что мини-эйрвейс, то, что я смотрел, мне оно понравилось, но это была бетка, это была одна взлетно-посадочная полоса. И тут как бы нельзя пока что судить, какие там есть плюсы, какие есть минусы. Пока что я видел слишком мало, чтобы судить. Поэтому на данный момент мини-моторвейс, насколько она хорошая, насколько она мне нравится, она все равно, пожалуй, остается менее доработанной. Тут меньше логики, к сожалению. Хотя, сколько я офигевал отсутствие логики в мини-метро, когда у тебя просто берут и высаживают пассажиров на какой-то переходной станции. Короче, подъезжает состав из двух вагонов, полностью выкидывает тебе, допустим, два вагона треугольных пассажиров на ту линию, где ходит там один вагончик, кое-как, и он туда приходит переполненный, и игра это вообще тоже не учитывает. Типа, ну, привез туда, сбросил, и все, нахрен, сиди там. Сколько раз я из этого проигрывал. Так что да, минусов хватает, к сожалению, здесь и там, но такое. Ладно. Значит, этот сюда, этот сюда. Оно как-то расположено неправильно. Ну, блин. Понимаете, проблема в том, что у нас все вот эти вот, ну, бирюзовые... Мост возьму, потому что у них не хватает. Все бирюзовые расположены на той стороне, а все желтые расположены на этой. Это все выглядит отвратительно. Знаете, как мы сейчас... Вот так вот... Не-не-не-не-не. Вот так мы сделаем. И... Наверное, вот так. Да я понимаю. Ну, есть с этого моста, блин. Вот тут у меня сложился плохой перекресток, который, видите, я вот сейчас уже не могу сюда пихнуть ни рандебаут, ничего. Просто потому что. И перенести выход с торгового центра я же тоже никак не могу, видите. А-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Неприятно. И розовые теперь там встряли. Серьезно. Желтых я только кое-как отвел отсюда, а розовые там уже встряли, и все. Вот я про такие места говорю, что... Оно уже сложилось. Там уже есть 3-4 дома. Торговый центр пихнули не туда выходом. Я бы хотел, чтобы он вверх выходом шел бы. Ну, и градка говорит, вот, все, на, держи. Спасибо, блин. Мне, конечно, выгоднее сейчас желтых упихать вот здесь вверх, но здесь и так большой трафик. Не надо, не надо, я возьму еще один. Ну что, оно мне может понадобится. Мне проще сейчас желтых, чтобы они в обход ездили, но чтобы не загружали трафик. Им нормально будет. Чуть больше времени в пути проведут, послушают радио, проведут хорошее время, качественное. Слушайте, на самом деле, как это сильно отличается? Во-первых, у нас торговый центр больше стал, я так сейчас это заметил, но это другое. Как сильно отличается, когда ты едешь... Так. Ты у нас вот так подсоединяешься. Там все по кругу будет идти. Так вот, когда ты едешь куда-то в пригород, там, знаете, в торговый центр, который реально стоит в пригороде, то есть ты вроде как вырываешься из городской суеты, светофоров, трафика и едешь такой по пригороду с ветерочком, слушая амузончик, у тебя в жизни все хорошо, спокойно, это удовольствие. А когда ты начинаешь... Блин. Вот эти близкие будут туда ездить. Когда ты понимаешь, что ты выезжаешь за город, и тебе ехать пять часов на машине, резко становится не то, потому что, ну, пять часов на машине, даже по хорошей дороге, в хорошей машине, это все равно утомляет. Ты должен быть внимательным, ты должен смотреть там, ну, быть сосредоточенным, все дела. Поэтому, да, чтоб тебя, блин. Нам, мамба, наверное, еще один мостик. Ладно, посмотрим. Поэтому очень сильная разница, когда ты выезжаешь за город, и тебе чуть-чуть проехаться, там, минут 15-20 с хорошим настроением, или когда ты выезжаешь, и тебе нужно до хрена ехать. Да уж. Интересно, если я вот здесь соединю, они будут наверх ездить или нет? Сейчас посмотрим, куда им ближе, вправо или влево? Тогда фиг с вами, здесь соединю. Посмотрим, что они будут предпочитать. Просто если все желтые сейчас будут продолжать ездить направо, мне это выгодно. Но нет, блин, видите, желтые предпочитают поехать вверх через мост. Да-да, мне проще создать им моторвей здесь. Хочу ли я... Хочу ли я... Создадим для желтых быструю линию сюда. Тут же у нас будет круг, тут же будет, типа, выезд этого всего. Хотя мне очень сильно не нравится вот та развязка розовых и... Синих, голубых, бирюзовых. Короче, вот это все. Там огромнейшие пробки, мне это не нравится. Охренеть! Спасибо вам большое. Ну ладно. Мне кажется, эти чуваки тоже будут сейчас пользоваться... Блин, это единственное дерево у вас в районе, мне придется его убрать. Трандец. Мне кажется, эти ребята тоже сейчас будут пользоваться хайвеем. Тогда хайвей нужно бы... Перетащить вот сюда. Чтобы он шел сюда. Желтые будут разворачиваться в эту сторону, а эти ребята будут разворачиваться в эту сторону. И тогда всем будет выгодно. Тогда не проще ли будет вот так вот сделать? Чтобы они по этой дороге шли. Да, да-да-да, так будет проще. Хорошо. Наконец-то и здесь появился розовый торговый центр. Чтобы сюда заезжали вот эти... Жалко, что этот большой... Он появился, вот этот розовый большой круглый торговый центр. Он появился настолько, блин, максимально ублюдски, максимально неудобно. С этим выездом вниз. Сделайте его выездом вверх, и будет вам счастье. Но нет, блин. Дайте мне еще один хайвей. Мне кажется, он может очень пригодиться. Так. Ну, пока что что-то как-то варится. Что-то где-то как-то мутится. Ладно. Ага, спасибо. А вот эти желтые, они просто вниз, снизу, им проще проехать снизу. Смотрите, вот этот домик желтый, который появился. Им проще проехать снизу, чем с хайвея. Так. Да, я оставлюсь. Посмотрим, этой дорогой будут пользоваться или нет. А как ты это себе представляешь? Вот так, что ли? Давай сюда. Некрасиво как-то. Подожди. А, у меня плиток нет, офигенно. Да, хорошо. А, ну давайте скорее, что ли, как-то. Мне его подсоединить надо. Вот сюда вот надо будет его подсоединить к синему торговому центру наверху, потому что туда уже и мост идет, и все. Так, 30 плиток. Во-первых, сюда. Во-вторых, Мне кажется, надо будет снять немножечко нагрузку. Сейчас посмотрим, как это все будет происходить. Они нижней частью тоже пользуются. Да, нижней частью они тоже пользуются. Это у нас будет... А вот этим, вот этой загогулинкой не пользуются, к сожалению. Я бы хотел, чтобы они сюда ездили. Видите, нижнюю желтую они делают для того, чтобы загрузка-выгрузка? Так, окей, я вас понял. Теперь. Посмотрим, если вот эта дорога наверху получится нормальной для вот этих ребят. Будут ли ею пользоваться? Нет, ею не особо пользуются. Они предпочитают создавать себе проблемы с трафиком. Блин, тут пригороды просто застраиваются и застраиваются. А, плиточки закончились. Отлично. Ха. А у меня есть? Есть. Тогда вы будете ездить в эту сторону и не будете отвлекать меня от эту часть. Супер. А вот этот домик... Нет, смотрите сюда. Зачем вы сюда едете? Охрененно. Ха-ха-ха. Мост, пожалуйста. Я думаю, что мне нужно вот так вот сделать. Вот так, вот так и вот так. Если мы отсюда снимем трафик с вот этими, с бежевыми... Блин, а там уже напряга, да? Они-то, конечно, едут по хай-ваю, но, блин... Надо, чтобы они сюда ехали по хай-ваю. Блин, сюда синий надо, чтобы ехали. Не хватает. Вот тут все плохо и медленно из-за плохого трафика. Да, мне надо, чтобы... Бежевые ушли отсюда. Нафиг, чтобы мне... Блин, да я не успеваю, вы что? Нельзя так. Ну, этот сейчас лопнет. Потому что бежевые не хотят пользоваться вот этим. Да, иди нафиг, там желтый этот. Надо, чтобы бежевые пользовались вот этим хай-ваями исключительно, чтобы они разгрузили. Их тут половина, блин. Вот так. Еще один для желтых. Вот сюда. Едьте быстрее, забирайте оттуда нафиг людей, вы че? По-моему, мне просто банально не хватает желтых домов. Да, они частично застряли в трафике, но... Мне просто не хватает желтых, которые бы вывозили. Блин, это на самом деле обидно. Сейчас только поехал желтый туда, в левый верхний торговый центр. Потому что тут все желтые торговые центры забиты. И только сейчас туда поехал желтый, чтобы хоть кого-то забрать. И все равно желтый лопнул. Не знаю, возможно... Ну, как бы невозможно. Скорее всего, это все-таки я виноват. Потому что слишком затянул, и желтые слишком долго стояли в пробках. Я допустил эту ситуацию. Но, как по мне, сейчас вот не хватало именно прям capacity. У меня все желтые дома были подключены. Я потом еще пересмотрю это видео. Но, по-моему... Такое. Ладно. Главное, что мы прошли дальше. У нас открылся Мехико. Со своими заморочками. Дубай мы прошли без челленджа, к сожалению. Там у нас будет потом Велимтун, Варшава. Но пойдем туда посмотрим какой-нибудь челленджик все-таки. Я такой, чтобы сходить бы. Только не знаю, куда пока что. В Цюрихе или в Лос-Анджелес. Без тоннелей. Без тоннелей. И мосты в два раза дороже. Но этот звучит сложнее. Давайте попробуем. У нас, конечно же, есть горы. Потому что нам тоннели не предлагают. Это естественно. Мосты у нас дороже стоят. В плитках. И тоннели не предлагают. И, короче... Делайте, что хотите. Речка Лемат. Хорошо. Адлисберг. Мой горы. Тоже хорошо. Пока что голубые развлекаются. Как бы это ни звучало, да? Посмотрим, что нам предложат игра. А почему тут деревья красные? У них осень. Такие маленькие фишечки. Интересно, это что это значит или нет? То есть деревья до этого там синие и зеленые. А тут красные. Создаем себе перекресток. А сколько у меня плиток? 15. 15. 15. Вот так вот сделаем. Уберем фактор того, что им придется пересекаться. Пока что пусть так катаются. Красным так ехать подольше, но им не придется стоять в очереди. Знаете, как тот самый момент, когда едешь по дороге и выбираешь маршрут, где как можно меньше светофоров, чтобы лишний раз не останавливаться. Но иногда у тебя там просто забиты, знаете, там куча знаков стоп, и ты такой, черт с ним, лучше со светофором, потому что там есть шанс, что ты проедешь на зеленый, а на знак стоп ты остановишься в любом случае. Хоть там и нет светофора. Такой, а фиг с ним, давай так. Ну вот, желтые, да, спасибо. Типа, мост и трафики. Мост у меня один есть, давайте я возьму стоп лайтс. Придется мне сделать вот так, потому что туннели у нас недопустимы, недопустимы. Да. Придется извращаться. Не знаю, ну как-то все максимально неудобно расположено. Ну, то есть, любой инженер, кто бы это проектировал, он понимает, понимал бы, что вот это вот максимально ублюдское расположение. Но, по-моему, игра это специально делает, ну типа, чтобы для заради геймплея. Ну, такое, ладно, посмотрим. Вот эта плиточка мне, кстати, пока что не нужна. Ее можно сэкономить чуть-чуть. 12 плиток у нас осталось. Хорошо я накаркал. Не нужна, говоришь, да? Если бы был бы туннель, я бы, наверное, вот тут вот сейчас от синего по верху через горы сделал бы туннель. Ну, как бы, если бы ДКБ, да? Во рту росли грибы. Ну, давай, на тебе эту плиточку обратно. То есть, игра меня услышала, я такая, в смысле ты убрал плитку? Положь на место! Да. Тут даже можно услышать, как машина не ест. А тут уже слишком высоко для этого. Ну что ж. К тому же я не помню, это у нас один из пройденных уже городов или нет. Тюрихи, по-моему, все-таки были уже, Тюрихи. По-моему, как раз это тот момент, когда мы были в Мюнхене, и у нас пропала запись, и потом мы поехали в Тюрих. Итак, единственный мост, который у нас есть, и который нам сейчас потратит... Да. Я возьму рунда баута 20. А мост нам надо будет... Да, с мостом нам надо будет что-то делать. Нам нужно будет еще один мост себе взять. Сейчас посмотрим, что у нас еще игра удивит. Мне кажется, но развитие сейчас пойдет вон туда вниз, да. Пока что не угадал. Хотел сказать, что сейчас все будет развиваться сюда вниз, там где красный супермаркет, там через берег. Ну, пока что. Что-то где-то как-то... Как-то где-то что-то... О, еще один красный, его не заметил. Присоединяйся, дружище. Еще один красный, хорошо. Ну, сейчас там появился круглый супермаркет, естественно, там появляются новые домики, чтобы... Поставлять покупателей... Подставлять покупателей. А может тогда... Нафиг вот это сделаем вот так, сделаем вот так. Это уберем. И все хорошо. Посмотрим, насколько нам создаст эта проблема, потому что все-таки... Да ладно тебе. А как? У меня моста нету, уже воскресенье, ну-ка. Сейчас, 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 подожди. Дайте мост или дайте хайвей. У меня просто не хватит плиток туда, до красного моста тянуть. А, вот тебе и мост, вот тебе хайвей. Давайте мост. Сюда его не поставишь. Сюда можно светофор поставить. Давай. Хоть чуть-чуть меньше хаоса будет. Ладно. Пока живем. Зеленый... Вот зеленые красавчики. Отдельно построили для себя поселочек, отдельно сделали себе торговый центр. Сами туда ездят, сами довольны. Все хорошо. Зачем я так усложняю? Сейчас, я думаю, как бы можно сделать попроще немножечко. Учитывая, что мосты хавают двойные тайлы. А что если... А что если... Да-да-да-да-да-да-да-да. Спасибо. Вот, маленький мост сюда. Отсюда мост убрать нафиг. Это сюда. Хайвей, пожалуйста. Это сюда. Вот это все убираем нафиг. Вот это здесь. Вот это здесь. Вот это здесь. И торговый центр здесь. Все, с этим разобрались. Ты... Тебя подключаем сюда. Во. Один мост, один светофор, один хайвей, один рандебат. Красота. Тогда мне нужен еще светофор вот здесь, чтобы пропускал по-нормальному. А мне нужно... Так, тут они пока ездят. Хорошо. Нет, наискосок ты не пойдешь. Давай вот так. Сюда будете ездить. Хорошо. Парочка домов наверх, парочка вниз. Это работает, это работает. Синий торговый центр стал большим, офигенным. Желтый сюда. Светофор нафиг убрали. Желтый сюда. И тогда вот тут дорогу еще одну сделали. Голубые будут ездить здесь, а желтые будут ездить поверху. И сюда тогда мы ставим рандебат, чтобы они ездили нормально. Так, синего сюда, вот чтобы он вниз еще ездил. Так. Красный. Одной точечки не хватает, блин, одной тяточки не хватает. Ну вы че? А, ну уже воскресенье, хорошо. Нет, еще один утромый. Хорошо, пока что так. Поехали. Красным досюда охренеть, как далеко ездить. Я бы им сделал, наверное, вот так вот. Куда-то, наверное, вот в эту сторону. Посмотрим, будут ли они ездить в этот торговый центр по этому мосту. Подождите, а кто сюда еще ездит? Голубые здесь обеспечены. Я думаю, может убрать мост. Ахрен. Ладно, посмотрим, пока не будем. Желтые сюда. Красные пока что пользуются общей там дорогой, но... Они в этот торговый центр едут. Ну вот, хорошо, эти едут по хайвэю, отлично. Но им мало пользуются. Я бы хотел больше. Возможно, я его неправильно поставил. Надо будет потом еще раз чикнуть, как оно все работает. А, им пользуются еще и вот эти ребята, которые едут в бежевый торговый центр. Ну ладно, хорошо. Нашли себе способ перемещения. Ну, несколько машин мы с дороги сняли, уже хорошо. Пока вроде, кстати, даже работает. С желтыми. С желтыми надо что-то делать. С желтых надо больше. У меня все желтые дома подключены сейчас, но их всего лишь четыре. Но их не хватает просто на такое количество. Возьму себе... У меня есть еще один хайвэй. Возьму себе просто плиточек, потому что если сейчас начнется что-то... А что-то вполне может начаться. начнется эскалация насилия на дорогах. Желтым там еще ездить неудобно, потому что рядом находится большой красный торговый центр. Так... Хочу ли я... Наверное, пока нет, не хочу. Оставлю как есть. Наверное, я же говорю, что я все-таки этот хайвэй мог бы убрать, но им пользуются, там ездят люди, поэтому хрен с ним, пусть будет. Немножечко разгрузит мне центр города, что уже неплохо. То, что у нас только один мост, меня тоже пока не особо напрягает, потому что вроде как достаточно гармонично все идет. Меня напрягает количество желтых и красных, вот это вот улитом, вот этот. И это прям неприятно. Придет каким-то образом... Точно не знаю, посмотрим. Вот еще один желтый домик нам добавили, наконец-то. Я бы такой бы, чтобы... Чтобы, чтобы... Чтобы красных убрать от этого въезда. А этот въезд сделать специально для желтых, но потом. Посмотрим, как оно получится. Возможно, я здесь сделаю только перешейчик небольшой внизу. О! Супер! Этот кусочек отрежем. Охренительно просто. Мост меня есть. Давайте еще один рандебаут возьмем. А он сразу еще и большим стал! Гениально, нахрен. Я говорю, мне тут не хватает желтых домиков для обслуживания одного торгового центра. Они такие, а, да, отлично, на тебе второй большой торговый центр и еще меньше домиков к нему. То есть мне, получается, для желтых нужно сейчас обеспечивать идеальный подъезд, иначе прям будет плохо. Я это сюда никуда не могу впихнуть? Не могу, блин! А мне сюда оно надо! Желтые, синие, зеленые. На тебе, мы сюда. Ездите по правилам. А, еще один желтый домик дали. Сюда его, сходу. Причем его расположили еще и за горой. Вон туда, чтобы туда еще далеко было. Хе-хе-хе-хе-хе. Ладно. О, вот это выгодно, вот это хорошо. Прямо на этой же трассе дают желтые домики. Это... За это спасибо. Ну, давай вот так. На самом деле, знаете что? Сейчас. Сколько у меня плиток? У меня 15 плиток. Мне это будет очень дорого стоить, но уже в воскресенье. 9 плиток. 4 плитки. Здесь мне этого не хватит для соединения. А надо. Сейчас мне дадут еще плиточек. И я вот тут сделаю мост, который будет... Хе-хе-хе. Возьму как раз один мост, один потрачу, один возьму. Вот так соединю, чтобы эти могли сюда ездить. Да, спасибо, блин! У нас получился огромнейший торговый центр, к которому надо доступ. Чтобы ребята отсюда могли тоже ездить. Так, ты у нас идешь сюда. Эти уже сокращены. Тут уже есть. Супер. Тебя вот сюда. Да, этим мостом будут пользоваться. Хорошо. Любая вещь, которую мы строим, ей должны пользоваться. Иначе она неэффективна. Желтые нам случайно добавили втихаря и решили нам не говорить об этом. Под мостом прям. Люди из под моста? Ты где живешь? Под мостом. Да. Я так еще понимаю, что мы не можем строить хайвей через горы. Что, в принципе, логично. Поэтому нужно еще опасаться вот этого момента. А, давай желтый будет у нас сюда, в одну пачечку. Зеленый появился. С зеленым пока что минимальное количество проблем. Потому что маленький торговый центр. К нему дофига домиков появляется. Они становятся в рядочек. Вообще, зеленые пока что как идеальные жители. У меня светофора нету, да? Есть. Да. Иначе там какой-то хаос создается. Вот этот взял на красный. Я тогда не понимаю толку светофора, если он не разруливает. Люди едут на красный свет. Всем все нормально. Этот вырос отлично. Огромный торговый центр. Возьму 30 плиток. Еще один домик к нему добавили. Здесь у нас сейчас будет огромнейшее давление. Так. Нам надо будет его как-то стравить. Так. Нам надо будет его как-то стравить. Комментально проблемы. Там дорогу забивают. Надо вот этих бежевых, да, чтобы бежевые убрались нафиг. Блин, тут вот эти домики повылазили. не надо. Вам хватает места. Вот где все желтые застряли. А я там ничего сделать даже не могу. Ну да. Ближе к тысяче у нас моментально начались проблемы. Я интересно, тысячу успею развести или нет. Попробуем снять нагрузку, чтобы вот эти катались туда, а не вот эти. С разных домиков. Так. Красные сюда. Вот там намертво все стало просто, смотрите. Просто трындец. Красные, желтые, все запуталось. Уберите этот светофор к черту. Пусть едут. Светофоры работают, на самом деле, через задницу. Я... Тут наши полномочия. Все. Но они едут, едут. А что я тебе сделаю? Забирай. Да, за тысячу мы зашли. Хорошо. Вот этот внизу желтый, да. Хорошо, на самом деле, 69 дней. Найс. И тысячу человек мы развезли. Где у нас там? Статистику я бы посмотрел. Статистику. В топ 35. Неплохо, неплохо. Большинство людей, кстати, добились именно этого результата, потому что дальше, ну, за тысячу начинаются проблемы. И отсутствие тоннелей сказалось. Это, оказывается, настолько сильная проблема. Ладно, ребятушки. На этом будем заканчивать. Увидимся тоже на следующей неделе в Mini Motorways. И, надеюсь, в Mini Airways тоже. Пока что у нас все. Спасибо, что были с нами. Всем удачи и добра-бабра. Всем молодушек. Всем покеда. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок